Добрый день! Меня зовут Анастасия, и сегодня мы отправимся на поиски античных корней Милана. История Милана началась в VI веке до н.э. Город был основан кельтами и назывался Медиаланумом. Во II веке до н.э. город захватили римляне, и Медиаланум за несколько веков прошел трансформацию от колонии до де-факто северной столицы Римской империи. Известно, что римляне прокладывали дороги, встроили военные и гражданские сооружения на всех подвластных территориях, и тем более в крупных и значимых городах, к которым, безусловно, относился и Медиаланум. Так неужели в этом шумном городе бутиков и небоскребов не сохранилось ничего из римского наследия? В Медиалануме все достойно восхищения. Здесь большие богатства и многочисленные знатные дома. Город разросся и окружен двойным кругом стен. Здесь есть цирк, где люди наслаждаются представлениями, театр с длинновидными ступенями, храмы, крепость императорского дворца, монетный двор и район, получивший свое название от геркулесовых терм. Дворы с колоннами украшены мраморными статуями, стены окружены укрепленными набережными. Здание его одно величественнее другого, соперничая друг с другом в красоте, и даже близость к Риму не умаляет их величия. Сказал римский поэт Аузонио в 4 веке. Конечно, после 2000 лет бурной жизни города, большинство этих объектов – руины или даже фрагменты руин. Но я покажу вам пару своих любимых мест и попробуем вместе представить, как выглядел древний Медиаланум. В середине прошлого века были проведены раскопки, в результате которых обнаружили фундаменты римского императорского дворца. Дворец императора Масимяна являлся практически городом в городе, занимая площадь 80 тысяч квадратных метров. Здесь, помимо резиденции императора, располагались и административные помещения, и стационарные военные гарнизоны, а также термальные купальни, места проведения культовых ритуалов и жилье некоторых подданных. Помимо прочего, согласно римской традиции, дворец был связан с городским цирком, крытым защищенным проходом, чтобы император мог пройти туда, не выходя на улицу. Об этом цирке мы еще поговорим. При императоре Масимяне Медиаланум стал столицей Западной Римской империи. В IV веке и без того грандиозный дворец был дополнительно расширен, обновлено убранство и модернизирована система отопления. Да, римские технологии были очень прогрессивными, и, конечно, в условиях весьма холодных и сырых местных зим это было весьма кстати. Святой Амбросий упоминает дворец в своих хрониках, вспоминая, что приходилось каждый день обходить это огромное сооружение по пути на службу в базилику, которую позднее назовут его именем. Дворец состоял из нескольких соединенных дворов с портиками. Вход в здание был через большой вестибюль, который ввел в обседальный зал. Помещения для общественных функций были просторнее тех, которые обслуживали частную жизнь императора и его семьи. Стены дворца покрывали фрески, а полы – мозаики. Некоторые из обнаруженных здесь мозаик сейчас хранятся в городском археологическом музее. По ним можно судить и о размерах некоторых комнат. Императорский дворец был постепенно заброшен к концу Лангабарского правления, а затем и полностью снесен в первой половине X века. Высокая кирпичная башня, возвышающаяся на площади, – это наследие совсем другой эпохи. Но за счет единого строительного материала она создает гармоничный ансамбль с римскими руинами. А теперь настала пора вернуться к разговору о цирке. Для этого я отправляюсь в соседний квартал на территорию археологического музея. Он расположен прямо на месте древнего цирка, и здесь сохранились некоторые значительные объекты, а также множество любопытных деталей. Наслоения различных эпох видны прямо от входа. Скажете, что это место больше похоже на монастырский дворик? И будете правы, с VIII века на этой территории располагался огромный комплекс самого важного женского монастыря в городе. Благодаря тому, что элементы древнего Медиаланума продолжали использоваться монастырем, они и сохранились. Правда, в 1943 году, во время бомбардировок, большая часть монастыря была разрушена. Но часть с древними элементами пережила и эти потрясения. Итак, цирк римского периода – это, по сути, ипподром, где устраивались зрелищные спортивные состязания на лошадях и заезды на колесницах. Немногие города могли похвастаться наличием цирка, так как он был символом экономической мощи, учитывая затраты на содержание такого крупного сооружения у лошадей и военных. Во внутреннем дворе музея находятся две башни – одна квадратная, а вторая полигональная, почти круглая. Это части цирка, сооруженного в 3-4 веках нашей эры. Он простирался на 470 метров в длину и 85 метров в ширину. Полигональная башня изначально была частью крепостной стены города, соответственно, выполняла фортификационную функцию. Видны и остатки той самой стены. Она была усилена и имела толщину около 3 метров. Сверху располагался проход для гарнизона солдат, а в башне сохранились бойницы. Почему же цирк имел такую серьезную охрану? Дело в том, что на скачках мог присутствовать сам император. Именно поэтому цирки, в отличие от амфитеатров, располагались в пределах крепостных стен. А в Медиалануме, к тому же, император проходил на свою ложу напрямую из дворца по закрытой галерее. Вторая из сохранившихся башен относится к конструкции стартовых ворот. Две такие башни, вторая не уцелела, обрамляли арочную галерею, из которой выезжали конные повозки. Гонки проходили против часовой стрелки и состояли из семи кругов трассы с финишем возле садейских трибун. Квадратная башня в 8 веке стала колокольней, построенной здесь в церкви святого Маврикия. Ее высота была 20 метров. Сегодняшний уровень земли располагается на 2 метра выше изначального. Вот такой культурный слой нарос за 17 веков. Самая верхушка башни с арками и колоколами была достроена для церковных нужд. Римская стилистика же выглядела несколько иначе. Полигональная башня имеет 24 грани. Сейчас ее высота 16,5 метров. В средние века ее стали использовать как часовню монастыря. И внутри сохранились фрески 13-14 веков, изображающие распятие святых и двух монахинь, которые, вероятно, являлись покровительницами монастыря. Можно выйти на задний дворик, откуда открывается вид на обе башни. Конечно, сейчас здесь нет ни лошадей, ни монахинь, и со всех сторон подступают фасады современных домов. Но ведь не зря нам дано воображение. Под цветущими яблонями, на тропинке, украшенной римскими гробницами, зажмурьтесь на солнце, и, возможно, услышите топот копыт, проносившихся здесь почти два тысячелетия назад. Возвращаясь в музейную часть, уже другими глазами смотришь на капители, остатки колонн, надгробий и плит, расположенные в галереях дворика. Уже чуть ближе лица, смотрящие из семейных рельефов, важнее завитки на капителях, и даже как будто чуточку понятнее латинские надписи, высеченные на теплом мраморе. По крупицам дошел до нас древний Медиаланум. Он не бросается в глаза, но занимает свое важное место в сердце современного Милана. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»